На КСМе, судя по всему, все же появится новый многофункциональный комплекс. Появление желтого забора на месте единственного сквера в микрорайоне обеспокоило сочинцев еще несколько месяцев назад. Запросы депутатов по этому вопросу поступали в соответствующие структуры неоднократно. Сегодня народных избранников оповестили окончательно. Строительство двухэтажного центра разрешено. Если уж строить, то с условием создания рабочих мест, отмечают депутаты. В противном случае подобные строения попадают в один список самоволками. Ко всему прочему, есть и мнение жителей КСМ. Есть люди, которые не согласны, не могут ни ходить, ни гулять. Торговых центров и развлекательных у нас в городе Сочи уже предостаточно. То есть не учитывать мнение людей, это не считаться ни с избирателем, ни с жителями города Сочи. Мы не имеем с вами права. Значит, в данном решении, Валерий Петрович, там отражено, что публичные слушатели должны были проведены быть согласно закону. Бурно обсудили депутаты и вопрос дорожных знаков на улицах города, а также парковок и эвакуаторов. Как показывает практика, большое количество в основном запрещающих знаков установлено нецелесообразно. Хаотичную схему дорожных указателей решено пересмотреть. Необходимо навести порядок и в работе эвакуаторов. Народные избранники поинтересовались, можно ли создать в городе муниципальную службу эвакуации и штрафы нарушителей использовать на нужды сочинцев. Вопрос, скачующий с одной сессии на другую, стал и сегодня. Кредиторская задолженность Сочи Теплоэнерго медленно, но верно, отмечают власти курорта, погашается. Но задача вывести это предприятие из предбанкротного состояния все так же актуальна. На сегодняшний день даже по оплате за газ, без дополнительного финансирования, то, что было из бюджета, уменьшение произошло за этот период где-то в пределах 200-300 миллионов рублей. Мы полностью рассчитались за газ за предыдущий отопительный сезон. И только средствами этого предприятия. То есть это предприятие, оно может существовать. Да, необходима ему поддержка, то, чем мы сейчас и занимаемся совместно с вами. Помимо модернизации и сокращения штата, Теплоэнерго решила использовать еще один путь выхода из банкротства и создала управляющую компанию. Теперь помимо поставки коммунальных ресурсов, это предприятие будет оказывать и услуги по содержанию домовых сетей. В сложившейся ситуации все средства хороши. Долг составляет порядка 850 миллионов рублей. Я думаю, что зиму мы переживем нормально. Мы, те газопроводы, которые стоят сегодня в казне края региона, которые будут переданы в казну города, мы передадим Газпрому. То есть они пойдут в зачет, расчет по этому году за газ. Таким образом мы произведем как бы покрытие всей задолженности по газу. Над этим вопросом мы будем работать. Вопрос главный, потому что это градообразующие предприятия города Сочи, социально важные для города. И этот вопрос будет находиться на постоянном контроле в городском собрании. Но говорили на этот раз не только о проблемах. Выполнили депутаты сегодня и приятную миссию. Путем тайного голосования присвоили звание почетного гражданина города Сочи двум кандидатам из трех заявленных. Заместителю председателя правительства страны Дмитрию Казаку и экс-руководителю оргкомитета Сочи 2014 Дмитрию Чернышенко. На имя новых почетных граждан будут отправлены уведомительные телеграммы. Инга Габейшая, Борис Осин, телекомпания ФКТ.